Здравствуйте! Вы смотрите программу «Школа здоровья» и сегодня мы начнем наш выпуск с новости о медицинском чуде. И да, это не преувеличение. Врачи клиник СамГМУ выполнили операцию пациенту, который не мог жевать и даже открывать рот. Впервые благодаря новой методике ему заменили височный нижний челюстной сустав, причем через один наружный разрез перед ухом. Надежда стала реальностью, когда шансов почти не осталось. На операционном столе пациент, которому еще в детстве диагностировали неподвижность височного челюстного сустава. Он не мог жевать и даже открывать рот. Много лет назад ему провели протезирование с помощью стандартной реконструктивной пластины с имитацией суставной головки. Спустя годы проблема вернулась. Теперь больной не может ни жевать, ни говорить. И в то же время это травмирует вещество головного мозга. Поэтому наша задача сегодня убрать эндопротез, который был поставлен нашими коллегами, и сделать нашу конструкцию, которая предусматривает не только головку мышелкового отростка, но еще и впадину. Чтобы пациент смог жить полноценной жизнью, самарские врачи применяют уникальную методику лечения. Впервые заменяют височный нижний челюстной сустав, делая всего один разрез перед ухом. Пациенту устанавливают новый титановый эндопротез из высокомолекулярного полиэтилена. Его изготовили в НИИ, бионике и персонифицированной медицины сам ГМУ. Преимущество, разумеется, очевидное. То есть протез изготавливается индивидуально, он не требует никакой подгонки, он не требует никакой адаптации во время операции. То есть максимально просто для хирурга с ним работать, потому что он буквально сам ложится на свое место. Соответственно, это кратно улучшает как функциональный, так и эстетический результат лечения. Теперь пациента ждет выписка и амбулаторное лечение с реабилитацией. Врачи отмечают подобные патологии височно-нижний челюстного сустава очень распространена. В Самарской области такие операции не выполнялись, из-за чего людям приходилось ездить в федеральные центры. Теперь такие хирургические вмешательства поставят на поток. Быстрее восстановиться после травм поможет разработка самарских ученых и коллег из Нижнего Новгорода. Речь идет о травмах коленных суставов. Разработка называется «Умный ортез», и аналогов ей в стране нет. Уже прошли первые клинические испытания. Об инновациях в науке наш следующий сюжет. Перед операцией врач устанавливает на ноге пациентки умный ортез. Это требуется для того, чтобы понимать, в каком состоянии коленный сустав до оперативного вмешательства. После того, как мы закрепили, смотрим, чтобы датчики все у нас были на месте. Эти датчики регистрируют, как напрягаются мышцы и под каким углом сгибается нога. Все данные передаются на специальное приложение в смартфоне. В нем врач видит, как пациент выполняет упражнения. Мне кажется, что это хорошая вещь. Она, я думаю, будет многим помогать, потому что, насколько я понимаю, многие пациенты после того, как выходят, у них нет контроля особо. И сам себя контролировать – это дисциплина нужна. Это очень тяжело. И, как я поняла, то, что с этим ортезом будет намного легче это все делать. Тем более, если будет доктор видеть эти все результаты, это намного упростит задачу. Мы пациенту в дооперационном периоде объясняем то, как он будет с этим приложением работать, с самим умным ортезом. И само приложение за счет взаимодействия записывает данные с умного ортеза и в автоматическом формате отправляет их доктору. После чего доктор сможет это все проанализировать и сделать вывод о том, что реабилитация идет нормально или же есть какие-то отклонения. Сейчас в ортопедии, как и в хирургии в целом, набирает обороты концепция фаст-трек, то есть концепция ускоренного восстановления. Что это означает? Что мы пациента оперируем, то есть на 3-5 сутки мы выписываем пациента. И в этом случае реабилитация вся начинает реализовываться уже в домашних условиях либо на амбулаторном этапе. И здесь крайне важно не упустить вот тот золотой период, когда мы должны активно пациента реабилитировать. И как раз для этого мы и придумали идею умного ортеза. То есть пациент начинает использовать аппарат сразу после операции. Новую метрозработку уже испытывает на себе Андриана Зимирева. Девушка занималась разными видами спорта, в результате повредила мениск. Ей провели операцию и сейчас ее тренировки проходят в больничной палате. Роль тренера выполняет мобильное приложение. Сгибание-разгибание в коленостопных суставах одновременно. И поочередно. Каждой ногой. Очень удивлена. Я не ожидала, что у нас такое может быть. Все-таки больше все говорят про Европу, что она как-то быстрее развивается. Но глядя на нас, мне кажется, отечественное производство все-таки догоняет и будет больше развиваться и дальше. Сейчас в нашей стране нет аналогов этому изобретению, созданному специалистами в области биоинженерии Самарского медуниверситета. Региональные власти во главе с губернатором Дмитрием Азаровым активно поддерживают внедрение и развитие высоких технологий в медицине. Учители медицины врачи постоянно держат связь с пациентом. И что самое важное, в случае, если наблюдается стагнация либо ремиссия в состоянии пациента, то это повод максимально быстро отреагировать и пригласить пациента в стационар для дополнительного обследования, оценить, что с ним происходит. И это максимально точное обследование. Именно тогда, когда это нужно. Не так, что приходите через пару недель, посмотрим, какой у вас прогресс. Тестирование прошли уже порядка 35 человек, в том числе 12 добровольцев, сразу после операции. Это уже третья версия прототипа. Проверено до мелочей, исправлено с учетом мнений и пожеланий пациентов. Инновационная разработка включена в дорожную карту правительственного мегапроекта технологического сувениритета по локализации производства наиболее востребованных медицинских изделий. Проект «Умный артез» одобрил экспертный совет платформы национальной технологической инициативы. А вы в курсе? Узнать секреты базовой хирургии можно уже в 12 лет. Такая возможность появилась у школьников 63-го региона. Самарская студентка разработала медицинский набор, называется он «Юный медик». Что в него входит и сколько нужно посетить занятий, чтобы освоить элементарные базовые навыки, я узнала. Четыре занятия по 40-60 минут. То время, за которое школьники старше 12 лет могут познакомиться с профессией хирурга и примерить ее на себя. Для прохождения курса понадобится специальный набор. В комплекте скальпель, искусственная кожа, перчатки, шерстяные и шелковые нити, иглы, иглодержатель, ножницы, пинцет и не только. Разработала кейс-набор юный медик, студентка 6-го курса Института клинической медицины сам ГМУ Азиза Хусаинова. Она же преподаватель. Рассказывает школьникам о профессии хирурга. В медицине есть не только направление по типу учебы или только зубрежка какого-то материала, но тем не менее в медицинском можно заниматься абсолютно любой деятельностью, начиная от творческой, заканчивая проектной деятельностью. Все это, естественно, университет поддерживает и при этом ты обучаешься на благородную профессию, будешь врачом, спасать людей, лечить людей. На занятиях Азиза объясняет несколько техник завязывания хирургических узлов. Изучает со школьниками кожные сосудистые швы. Один из слушателей, Матвей Поликарпов, уже решил – станет хирургом. Меня очень привлекло тем, что я могу помочь больному человеку, тем, что я могу его спасти, спасти его жизнь. Мне очень понравилась такая перспектива. Это очень нужно, потому что я научусь делать первые узлы. Я могу показать это преподавателю, он может даже оценку поставить. Формату занятий разный – очный и дистанционный. Проходят они в онлайн-школе «Юный медик». Уроки составлены так, чтобы дать возможность школьникам попробовать себя в медицине, а в перспективе выбрать будущую профессию. Все чаще в Самарском регионе экстренную помощь оказывают в современном оборудованном помещении. Так, в Кенель-Черкасской центральной районной больнице завершили ремонт в операционной, что называется, от и до. От стен и теплоснабжения до электрической кушетки и новых аппаратов. Мы пообщались с врачами и узнали, как они оценивают эти изменения. Почти два месяца врачи Кенель-Черкасской центральной районной больницы работают в совершенно новой экстренной операционной. В ноябре прошлого года здесь завершился капитальный ремонт. Обновили системы тепла, вода и электроснабжения. Кроме того, делятся врачи. Операционное стало значительно лучше и в функциональном плане. Старое оборудование заменили на современное и высокотехнологичное. Удобное как для хирургов, так и для анестезиологов. К нам вступил новый электрический операционный стол для операции. То есть и электрогуляция для тоже операции. То есть и для анестезиологов новый ИВЛ-аппарат. Преимущество электрического стола. Здесь можно управлять одним пултом. То есть во время операции поворачивать больного направо, налево. Обновили оперблок по программе модернизации Кенель-Черкасской ЦРБ, направленной на улучшение условий оказания медицинской помощи пациентам. Планируется то же самое сделать в плановой операционной. То экстренной операционной мы ремонтировали. А теперь планируем в плановой операционной тоже провести этот же ремонт. Кроме того, ожидаются закупки дополнительного оборудования. В самых современных условиях теперь смогут получать медицинскую помощь жители села Новая Якушкина и Соклинского района. Там капитально отремонтировали, оснастили новым оборудованием офис врача общей практики. Давайте посмотрим. Есть сосуды шеи, проверить, которые идут по голову, и которые идут, сердечные мышцы тоже снабжаются, ДКБЦС. У нас сейчас все это есть. Все спокойно, хорошо работает, грамотно, правильно выявляем и отправляем. Новые и современные условия. Более 300 жителей села Новая Якушкина наблюдаются, проходят диспансеризацию и получают необходимую помощь в обновленном офисе врача общей практики. По национальному проекту здравоохранения, который реализуется по решению президента России Владимира Путина, здесь выполнен капитальный ремонт. Обновили интерьер и фасад, заменили двери и инженерные коммуникации. Вход в здание сделали удобным для маломобильных людей. Преобразовались все помещения. Зона ожидания приема, врачебный кабинет, прививочный, процедурный, лаборатория. Медучреждения оснастили новым оборудованием, которые соответствуют самым высоким стандартам. Сюда входит дефибриллятор, оборудование для физиопроцедурного кабинета. И есть, кроме того, для проведения общего анализа крови. Также благодаря нацпроекту здравоохранения на вооружении медиков из Соклинского района и села Новая Якушкина поступил новый санитарный автомобиль. Привлекать специалистов в отдаленные районы помогают госпрограммы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Более 200 специалистов за прошлый год удалось трудоустроить в больнице и поликлинике малых сел и городов Самарской области. Предлагаю узнать, как работают меры поддержки. В том, что свяжет свою жизнь с медицинской профессией, Наталья Моносипова была убеждена еще в детстве. Закончив медучилище, долгое время трудилась медсестрой, в том числе в реанимациях больниц Жигулевской и Тольятти, затем в офтальмологии. Параллельно училась в Самарском медуниверситете. Уже около полугода Наталья работает терапевтом во врачебной амбулатории в селе Васильевка. Для принятия решения о переезде из города ключевой стала возможность участия в программе «Земский доктор». Кроме того, стимулом к трудоустройству стало предложение о компенсации аренды жилья. Мне предоставили здесь жилье, которое оплачивает государство. Вот, и все. Здесь живу теперь. И плюс здесь в том, что после института, проработая пять лет в селе, ты можешь понять, кем ты хочешь в дальнейшем быть. Пойти в узкую специальность или же остаться терапевтом, или, я не знаю, доучиться куда-то еще. Бонус, естественно, это деньги и то, что ты на них запланировал. Участие в программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер» предполагает выплаты от 750 тысяч до полутора миллионов рублей. Есть и обязательства проработать в селе не менее пяти лет. Однако планов уехать спустя это время Наталья пока не строит. Как и Ольга Фокина, участковая медсестра фельдшерско-акушерского пункта в поселке Приморский. За плечами у медика уже внушительный стаж около 30 лет. Два года назад вместе с семьей приняли решение переехать за город. Рассказывает, единовременная выплата по программе – это ощутимое подспорье на этапе больших перемен. Я думаю, что это очень помогает, потому что государственная поддержка вообще же важна. И нам нужно чувствовать себя, что она заботится. То есть я как-то впервые почувствовала такую важность сельской медицины. Привлекают сотрудников, предлагают условия труда, которые подходят данному сотруднику. Вот мне было несколько сел предложено, но предложили рядом с домом все. То есть это тоже было важно. Поэтому большое спасибо и руководству ЦРВ в том числе. Трудятся медицинские работники в хороших условиях. Всего в селах Ставропольского района построено три ФАПа, три амбулатории. Вскоре начнут возведение еще одной, а также новой поликлиники в Подстепках. Только за последние пару лет отремонтировали семь сельских медучреждений, четыре на очереди. В предыдущем году в подразделениях Ставропольской ЦРБ по программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер» трудоустроились 10 медиков. В их числе терапевты, педиатры, врач общей практики и заведующие ФАПами. По этим программам многие молодые специалисты приходят работать к нам в учреждениях. Также у нас в нашей Ставропольской ЦРБ есть различные другие меры социальной поддержки. Это выделяются и земли, это и стопроцентная компенсация съема жилья, если сотруднику это нужно. Поэтому люди с удовольствием идут к нам. За последний год в медучреждения малых городов и сел Самарской области трудоустроились 115 врачей и 92 медработника среднего звена. Программу поддержки сельских медиков реализуют в рамках НАСПроекта здравоохранения. Достижение кадровой стабильности в медучреждениях на особом контроле регионального правительства и губернатора Дмитрия Азарова. Вы смотрели программу «Школа здоровья». Берегите себя и увидимся!